Всем привет! Меня все слышат? Всем привет! Привет! Меня зовут Вечкалов Евгений. Сегодня впервые рисую в прямом эфире, так что сильно не критикуем, задаем вопросов побольше. Так, сегодня рисуем, что мы рисуем? Сегодня окошечко, вот такое, вернее окошечко, балконная дверь с окошечком, это у нас комплекс домов служащих для Финляндской железной дороги, архитектор Мириц и Герасимов, это у нас модерн, 1977-1908 год. Так, все посмотрели, запомнили, откладываем. То есть, в принципе, вы можете потом посмотреть в сториз, картинку, если хотите там повторить. Все, сейчас мы откладываем, начинаем. Так, с чего начнем? Начнем с построения, элементарно с построения. Так, наметим у нас линия раз, линия два. Здесь у нас балкон, но балкон зашит защитной сеткой, на самом деле границы у нас вот здесь идут. То есть, приблизительно смотрим, у нас почти по центру делит вот это основная фрамуга. Дверь, открывание. Ну, в принципе, это у нас будут основные точки. Перспектива такая немножко странная, почти аксонометрия. То есть, точка схода где-то там далеко, поэтому почти параллельно. Ну, в общем, посмотрим, как получится. Так, сама геометрия у нас вытянутая. Кверху больше, да. То есть, в принципе, здесь узнаются вот эти черты модерна. Раскриповочка. Здесь вот имитация замкового камня. Так, четко выражена вертикали. Растекловочка вот здесь у нас. Девять окошек тоже в модерне очень часто встречается. Так, поехали. Так, намечаем у нас границы. Наметим центр антирубочный. Можно чуть сместись, можно так оставить. Так, перспективку сразу наметим. Здесь у нас будет верх замкового камня. Так. Здесь начало рамы деревянной. Так, наметим. То есть, определим сейчас сразу вертикаль. От нее будем как бы шагать. Вот эта вертикаль, потому что четко выражена эту вот кривизну. Все потом простроим. Ну, быстренько. Потому что, если на нее ориентироваться, мы потеряемся. Есть вертикаль. Есть ориентировочно где-то, ну, почти центр. Хотя чуть выше центра. Если брать низ. Низ самой конструкции все деревянной. Так, поехали. Так, ориентировочно находит эту центральную часть. Ну, и где-то почти центр. Чуть выше центра. Пока это так будет у нас. Так, теперь находим края, границы. То есть, в принципе, если посмотреть, почти четвертая часть, то есть, мы геометрически делим на четыре части, он почти получается на четыре части делится, но на этой части он больше. Так, вот, да. Ну, сейчас наметим. Все, опять же, относительно. То есть, мы здесь сейчас не копируем, мы просто ловим образ. Если четко не попадем, ничего страшного. Потом. Можете калечкой скопировать. Все захочется. Так, все окружности уже в самом последний момент прорисовки. Сейчас они нас могут запутать и сломать всю геометрию. Так, это мы проведем. Ну, почти похоже, да. Так, теперь наметим сам балкон. Тут такая сложность есть, что вот, я уже говорил, да, то, что сам балкон зашит зеленой сеткой защитной, ну, как реставрационные сети меры. И получается, у нас сам балкон вниз, вот здесь находится. То есть, вот это не конструкция, это получается, ну, фальшивка зашитая. То есть, у нас низ ограждения здесь, и низ самой деревянной конструкции, он чуть-чуть там отступит, где-то вот здесь получается. То есть, сразу наметим границы балкона, чтобы от него потом тоже ориентироваться, и понимать, какие у нас габариты. То есть, край где-то... Это у нас низ конструкции, фальшивая вот эта вот зашивка где-то вот так пойдет. Сама плита. Так, если у нас эта граница... Обратите внимание, здесь вот как ориентир может служить. Это вот идет про стенок уже. Здесь идет штукатурка, так называемая, под шубу. Здесь вот. То есть, в принципе, почти попадает на край плиты. Можно ее сразу отложить по краям. И это у нас будет край плиты. Так. Смотрим на геометрию. Здесь вот она зашита по форме. То есть, у плиты есть какой-то там... Профиль. Профиль можно... Ну, если очень хочется, сразу... Наметить. Так. Здесь у нас ближний угол плиты почти совпадает с краем про стенка. Где-то здесь. И вот сама плита. Вот такая плита. С перспективой где-то вот такая. Низ плиты. И там толщинка. В общем, есть у нас основные, скажем так, вешки. Это ближний край плиты. Есть у нас края... Такие вот края-то. Рукуть. Ничего. Нормально. Если посмотреть, то у нас получается вот шуба, а профиль уходит дальше. То есть, чуть-чуть сюда. Ну, ладно. К этому вернемся. Поехали. Так. Сама конструкция. То есть, есть у нас вот эти точки, которые мы наметили. Это у нас начинается... Здесь начинается искривляться геометрия. Сама. Ремяная конструкция. Сама. Витражная. Так. Можно пока так наметить. Матировочная. Это у нас идет стенка, да? Замковый камень. В этой части поднимем. И здесь пойдет потом кирпич. Этот вот кирпич. Который образует некие своды. Арку такую. Так. Это у нас края конструкции, в которые вписана уже самооткрывающая часть двери. Так. У храмунги есть какая-то толщинка. Здесь тоже есть какая-то толщинка. Так. 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 Теперь смотрим. У нас арочная часть. Вот она вышена. Ну, например, вот если взять этот кусок поделенный там пополам где-то на одну треть. Ну, ориентировочно. Так. А вот опять же, это половинчатая часть. Это вот из всего вот этого габарита. Если брать арки, это третья часть. Ну, образно. Так. На глаз возьмем. Здесь у нас будет верх арки. И вот эту часть поделим на три. Так. Здесь вот так. Там у нас толщинка. Толщинка, толщинка. И это продлим. Сразу предупреждаю, все-все-все построение. В принципе, я всегда люблю потом корректировать уже самим-то маркером, толщинами. В общем, корректируется все это. Не проблема. Тем более мы сейчас быстро скетчим. Так. Так. Если посмотреть, форамуга достаточно такая массивная. Форамуга, вернее, стойка. Стойка. Так, продлеваем. Ну, сразу говорю, я, скорее всего, не могу все комментировать, потому что у меня еще в самом процесс идет мыслительный. Поэтому. Сам тут думаю, как ее простроить лучше, чтобы и вам облегчить задачу. Так. Как у меня получается-то? Угу. Ну, если есть вопросы, пожалуйста. Только я их не вижу. Так, не забываем. Мы простроили вот эту часть. Это получается у нас, если посмотреть, ну, как бы внутренняя. Внутренняя конструкция. У нас есть за счет нашей все-таки какой-то более-менее перспективы, хоть и аксонометрия почти что-то, есть толщина вот этого простенка. То есть он у нас выдвигается на нам, как получается, от нас. Здесь он почти, ну, в сокращении не виден, да, в одну линию. От нас он влево вверх увеличивает сам габарит вот этой арки. То есть, в принципе, если по-честному, то вот это мы сдвигаем сюда и задействуем вот эту толщинку. Ее подливаем до конца. Так, сейчас я сам стану, посмотрю. Ну, почти, да. У меня получается, конечно, более вытянутая конструкция, потому что оптически кажется, что я попадаю в пропорции, а на самом деле нет. Ну, не важно, ладно. Копировать это к принтеру. Так, тут толщинка, тут толщинка. Давайте веселые какие-нибудь вопросы посмеемся. Я люблю смеяться, особенно над собой. Так, если обратите внимание, то есть у меня арка получилась более циркульная, чем в натуре немножко. Тоже не страшно. Просто есть такая привычка иногда, да, в принципе, у всех, когда рисуешь сам, ошибки в процессе уже видишь, но иногда можно исправить, а иногда уже нет. Так, теперь. Это у нас центр, так, дверь. Теперь нам нужно найти низ вот этих вот рекомендаций подоконников, ориентировочно, в принципе, взять. Этот габарит, наверное, похож. Наверное, есть в этом какое-то зерно, что, в принципе, от этого угла, то низа вот этой основной глухой части, и вот эта вот часть остеклённая тоже, наверное, они как-то похожи. Ну, приблизительно возьмем там габарит. Вот так. Пускай будет так. Теперь сама дверь, 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 дверь. С дверью совпадает, вот с дверью совпадает стеклённая часть, её подоконник совпадает с перемычкой на стекле. То есть, вот эти части равны, а низ совпадает почти одна линия. Если бы дверь сюда не выступала, это была бы точно одна линия. Она немножко приоткрыта здесь, если видно. То есть, берём, в принципе, как заориентир стеклённую эту часть. А у нас, чтобы её найти относительно, да, что можно взять? Посмотрим так. Всё, всё, именно все пропорции визуально смотрим, сравниваем модули. То есть, мы не берём ни линейки, никаких там этих представляющих частей. Тренируемся. Всё, тренируем глаз. То есть, если посмотреть, что тут у нас, какой ориентир, ну, например, так, 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 так. Ну, где-то похоже, да, вот пополам. Не очень похоже. Пятая часть тоже не очень. Ну, то есть, берём ориентировочно там центральную часть, находим. Центральную часть, вот это именно стеклённая часть. И вот от неё откладываем не пополам, а чуть выше половины. Сюда, сюда. То есть, вот эта часть больше, а эта меньше. Ну, вот мы нашли низ стекления двери. Нашли? Нормально годится. Нашли. Так, теперь толщина двери, самая толщина двери у нас сливидная. Да, вот эта стойка, она тоньше, чем вот эта общая часть толщины. Вместе с дверью открывающаяся часть. Ну, это как логично. Так, у нас она шла, потом она у нас перепрыгнула и стала толще. Ну, как-то так пускай будет пока что. Наметим пока эту циркульную часть, такой же толщины ориентировочно. Есть у нас низ, есть у нас этот верх криволинейный. Так, вот эти у нас перемычки рам. Они почти, ну, не почти, конечно, да. Ну, скажем так, внутренний край совпадает с наружным краем вот этой стойки. Пускай будет так. У нас будет толщина какая-то, линия, мы точно можем их обозначить. Обозначили. Так, вот эти части. Эта часть переходящая, да, эта толщина смещается вниз и мы находим низ этой перемычки рамы. То есть, вот эту часть, грубо говоря, там, откладываем вниз толщину саму. Ну, как-то так нашли. Да. Теперь нам наметить вот эту вот нишку. то есть, вот эта глухая часть деревянная, да, вот эту толщина ее, в принципе, равно толщине двери. То есть, просто отложим так. Она, в принципе, не особо важна, она там в заграждении вообще спрячется. чуть-чуть уже достроим, так уж и быть. Так, есть у нас вот эта кривая часть, это есть, это есть. Ну, сейчас визуально смотрим, что вот так-то вот вертикальное остекление у двери, вот эта большая часть, она немножко больше получилась, чем в натуре. То есть, где-то мы немножко наврали, скорее всего, выше должна быть вот эта часть, этой, ну, не вплотно. в процессе, я думаю, когда будем прокрывать, уже закроем, это будет видно, немножко подкорректируем, наверное. Так, а почему, я вам скажу, почему? Потому что мы брали здесь вот вниз, а визуально, когда смотрим, эта часть спрятана у нас, поэтому я так и рисую, глаз смотрит, ориентируется от этой части, а на самом деле просто строим-то отсюда. Так, ну, как оно смотрится? Сейчас я в сторону посмотрю. Ну, да, чуть-чуть, да, у нас вытянут, вытянут, получается. Ладно, ничего. Врать так красиво. Так, есть какие-то вопросы? Нет? Сказали, что вы творите магию. Магию? Какая? Магия. Так, 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 так. Еще, опять же, вот в чем плюс построения вот сейчас вот на данной картинке, то, что у нас рама темная, она в принципе будет спрятана, да, там, за этими линиями нормально. У нас вся светлая часть это отражение, какие-то там рефлексики, стена, естественно. Поэтому можно смело, я считаю, тем более для быстрого скетча, будем считать, что это быстрый скетч, можно прям 500 линий делать, какая-нибудь, одна из 500 точно попадет. Ничего не боятся. Так, и руку набьете, заодно на линиях. Потому что я сейчас набью на линиях. Так, давайте кирпичами займемся. У нас вот этот вот замковый камень, так, простроим, ну, пускай вот такой, тут еще есть одна тонкость, не видно, где он заканчивается, ну, потому что там опять вот эта вот сетка выше этажом, она зашила нам завершение. мы можем чуть-чуть поднаврать, я думаю, потом на оригинале посмотреть уже, как мы с вами чуть выше поднимаем, потому что если взять кирпич, ну, сами понимаете, вот он идет дальше, логично. этот замковый камень где-то должен либо вот горизонтальной частью заканчиваться, либо еще чем-то. Ну, мы делаем вот так вот. То есть, в принципе, надо выше поднять и толщину из кирпич завершить. Дойти, как бы, до точек, до этих верхних. Так, опять же смотрим, где у нас кирпич заканчивается. Он заканчивается, грубо говоря, если вот эту вот циркульную часть продлим, по простенку сместимся, совпадает, да, то есть, идем, по простенку поднялись, вот здесь кирпич у нас закончился. Ну, и будем считать, что он более-менее симметричный, хотя, ну, да, симметричный. Продлим сюда тоже там сокращение какое-то, либо линию, так, оп, закончили. Так, так. Займемся теперь, чем займемся? Займемся все-таки по строению балкончика до строения. У нас вот этот простенок видно, тут путаница может быть, потому что светлая часть, да, и темная идет, хотя темная ближе, а светлая в тени, по идее. То есть, графически, если смотрим просто плоско на фотографию, то как будто это одна стена. На самом деле, это простенок у нас штукатуренный, там, ухристый, а эта шуба начинается, темная, поэтому вот у нас этот простенок, там, сколько-то, сколько-то шубы, сколько-то шубы. Теперь найдем низ, или низ вверх этой штукатурки, да, рельефной. В принципе, по тому же принципу спускаем сюда по простенку, вот у нас одна из перемычек остекления, вот, оп, сюда и где-то и вот так вот находим шубу эту. Так, низ вот этой полоски идем, смещаемся, ну, пускай будет вот на уровне, так уж, сильно не будем привязываться. Как-то так. Так, обратите внимание, опять же, сейчас прям жирно выделим. Вот у нас идут конструкции, деревяшки эти все. Важно, да? Вот у нас идет, вот отсюда ходит. Это все фальшивка, которую вот я придумал, конечно, балкон, но сейчас понимаю, что он путает меня самого даже. То есть, вот она часть, половина, половина, вот она целая часть. Если смотреть отсюда, то понятно, ну, такая карликовая дверь. То есть, нужно вот ориентироваться при построении вот на эту часть половины, да? У меня смотрим. Мимо. Находим половинку, то есть, выше, этот чуть повыше, и тогда у нас и нарисуется все. так, это чуть повыше, и вот это вот так, в принципе, похоже на право уже. Вот это вот так, так. Сколько у нас по времени уже там? Так, все, сейчас ноги в руки, что там с этим построением закопались. кирпич наметили. Вот этот вот раскрепленный, разорванный карнизик, ну, можно наметить, потом, я думаю, в конце мы его там, хрязь-хрязь и готово, потому что он здесь у нас не основной, это у нас не основной, это тоже тут газовая какая-то труба, которая может нас напутать только больше. Так, шубу мы, да, шубу, шубу, на шубе остановились. Вот ориентировочно, какой габарит, да, если взять, ну, похоже на эту часть, глухую, похоже, ну, приблизительно так, берем откладную сюда, то есть я тут наврал опять. Это у нас, ну, похоже, да, похоже. Так, здесь вот, чуть повыше. Я архитектор. По первому образованию средовой дизайнер, по второму архитектор. Так, толщина. Сейчас есть некая путаница, если посмотреть, да, вот эта часть как будто больше вот этой. Ну, понятно, у нас здесь нет раскрытия, раскрывается здесь, и нет толщины еще. То есть, если посмотреть, тут даже часть простенка съела у нас вот толщину этой рамы. То есть, она здесь вот такая, здесь такая. То есть, сразу не пугайтесь. Ну, говорю, такая перспектива, она немножко сложновато, путаница некая есть. Основное, это вот развиваем глазомер, то есть на глаз, без всяких там линеек, без всяких там, ну, прикладывать можно пальцы там, максимум. но без вот этих вот тем. То есть, это тоже равносильные линейки. А так можно там-тан-тан. Так. Шуба есть. Ну, в принципе, балкон, я думаю, тоже мы можем маркером в процессе как бы там нарисуем. так. ладно. Не знаю. Я буду стартануеть, у меня уже руки чешутся. Так, поехали. Что нам нужно? Сразу обозначить кирпич. У нас он, в принципе, похож весь, сильно не скачет по цветам. То есть, он такой кирпич, кирпичного цвета. Все, все логично, все сошлось. Сейчас мы только его найдем. Более-менее. Я вообще люблю смешивать цвета прямо уже на работе. И, смотрите, получается. То есть, четко выпасть в цвет, это, ну, как бы, можно, конечно, но нужно ли? Вот, смотрите, сейчас берем там, что у нас V90, V91. Он же у нас холодненький, холодненький, да? Даже нет, возьмем. просто возьмем вот так вот. Нет, у меня уроков нет. Это мой первый прямой эфир, так что посмотрим, что будет потом. На ютубе у меня есть канал, но там есть там три видео быстрого скетча, то есть, ускоренно. Можете посмотреть, у меня там зайти. А нет, в профиле у меня там нет сейчас. Ну, потом я ссылку дам, может. Так, если посмотреть по цвету, у нас даже этот цвет близкий получился, получился краму. Ну, и возьмем раму, почему нет. Прямо так. Достаточно светло здесь. Ну, если посмотреть, прям так возьму. Ну, прям вообще, да? Один в один. Сколько времени? Ну, у меня час есть. Нет, час. 40 минут. Сейчас мы быстренько. Так, прокрываем, поехали. Толщину формируем прямо сразу кистью. Так, это у нас так. Не забываем, что у нас быстрый скетч. мы тут не копируем, мы пытаемся поймать образ и сделать более-менее, ну, чтобы было похоже. Так, здесь прокроем тоже. Здесь, вот если видно, прям светлая часть такая светится. Мы потом попробуем более светлым каким-нибудь, может, теплым. Ну, прям здесь как будто вот солнечный заяц попал. теплым пройтись сверху. Если получится высветлить и утеплить, получится, получится, не получится, ну, в следующий раз будем умнее. Хотя нет, мы сейчас сделаем. Так, только нужно теплую. Такой возьмем. Он подстерся немножко. Ну, прям здесь берем, так оп, прошлись. Оп, 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 вот так вот. Потом сверху прокроем темнее, даже вот так. Можно посмотреть в окно, там вот, вот сюда, не в окно, вернее, в дверь, там отражается фасад здания с другой стороны. И здесь вот кусочек попадает сразу. Так вот. Можно даже чуть помярче. Так, что тут у нас подстерилось? у меня они уже давно служат, уже не видно на крышках, что там. Так, вот этим. Так, продолжаем дальше. Прокрываем толщинку. Раз, два, сверху. Тут темная часть будет, поэтому вот эти толщины мы это корректируем. Быстренько постараемся. То есть, он достаточно тонко должно получиться. Прокрыли. Так, я ответил, да, вопрос? Вот, давайте еще вопросы. Я могу говорить. Я понял, что я могу говорить и рисовать. Я раньше не знал, просто могу ли. а как и начать? Как и начать? Грустичным. Так, здесь у нас так. Так. Ну, похоже, более-менее. Похоже. Здесь вот светлый, но вообще вот такой цвет, ну, да, он такой получается выбеленный. ну, такой цвет не сделать, по идее. Это делает только время. То есть, мы можем попробовать приблизиться. То есть, это такая выбеленная темка, это вообще отдельная история. Так. Фромой. Так, перемычка. Так вот. Так вот. Здесь. Что сразу можно еще? В принципе, вот этот замковый камень, если посмотреть, да, он у нас. Вернемся, вот прям прокроем так сверху. Любимая марка. Так. Ну, не знаю, на любителя. Я как бы не знаю, как вот отнестись к этому балкону. В принципе, он создает прикольную тень. Но, это прикольная тень, если ее рисуешь, то нужно рисовать и сам балкон. А если рисовать сам балкон, то мы заровемся. Можно как-то, не знаю, тенить, либо оставляем так и сюда как бы не лезем. Сейчас туда вот. Мы не лезем. Так, давайте шубой занимаемся. То есть, основные вот эти пятна надо сейчас прокрыть, чтобы они нас немножко успокоили. А то у нас стадия незаконченности может нас угнетать немножко. Ну, как бы немножко не попал. На самом деле здесь более фиолетовый, ну и не страшно. Он может потом просто сядет нормально. Так. Я попадаю? А, ну почти попадаю. Вот так пускай будет. Если по построению посмотреть, то шубу я больше сделал. На самом деле. Опять вот спила вот эта вот часть. Не выбирайте такие картинки больше, которые вас путают. Я выбрал, мне просто понравилась конструкция, двери. Ну и сам дом классный. Так вот сделаем. Так. Ну, можно, не знаю, карниз обозначить так. Здесь карниз есть. Верхняя часть карниза. Пускай будет тенюшка. Так. Сам балкон. Смотрим, да, опять вот. Смотрим, смотрим вот эта часть, эта часть, эта часть. если продлить. Почти попаду. В общем, у меня немножко будет, наверное, тепловато. Стекловато. так. Прямо так вот искусственно сейчас прокрою. Так, 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 так. Шуба закончится. Чуть подальше. Вот так вот. Если сверху пойти холодненьким, получится, не получится. Вот этот. Я забыл показывать, извините. Эту часть точно можно прокрыть. Ну, в принципе, можно сказать, что попали, да? Можно. Так, благо у нас какая здесь, сейчас покажу. Вот это благо. Мне нравится именно то, что, ну, как бы она не позволяет ковыряться долго. То есть, нужно быстро рисовать скетч. Ну, то есть, наслоение слишком много делать. Это не двусторонняя бумага, вот эти всякие толстые. Да, волт, какие еще бывают. Много всяких. То есть, это именно для скетча на своем, то есть, полноценное название скетча. В основном дизайне. Ага. В основном дизайне. Интересно. Так, я начал делать, но не начал говорить. Извиняюсь. В общем, начнем прокрывать то, что вот у нас там внутри. Внутри там, конечно, нагромождение всего. Не знаю, получится, не получится. То есть, там идет вторая рама дублирующая. Там отражение от рамы первой на вторую. Есть отражение от дерева. Отражение от этого же дерева еще на стекло дублирующие. Ну, в общем, как говорится, прокроем вначале. холодненьким. Небо у нас появляется. Слушайте, я не считал, сколько у меня маркеров. Мне кажется, никто не считает, сколько маркеров. Потом настает такое время, когда ну просто неинтересно даже сколько их. И, кстати, могу сказать сразу наперед, выбор маркеров имеется в виду подборку, которую с собой носить. Это вообще тоже отдельная история. У меня это вообще бывает прям просто произвольно. То есть, я никогда не подбираю маркеры перед выходом куда-нибудь. Ну, если такая возможность появляется вообще. Что с собой есть, тем и рисуем. Так. Здесь вот про стеночки обозначим тепленьким. Тепленьким. Ну, пускай такой тепленький будет. Ну, почти такой же, как и замковый камень. Ну, Немножко не угадал. Давайте сделаем серенький. Селеньким сделаем. Пройдемся серенький. А сверху тепленький. Вот получился такой у нас сложный цвет. Так. Ну, основной прокрыли, скажем так. как бы уже есть образ. Более-менее. Теперь начнем уже приближаться к оригиналу. Ну, стараться, по крайней мере. Кирпичик у нас все-таки он тепленький. Да? Я сверху вот прокрою что там у нас? BR32. Прокрою сверху. Можно даже там каким-то образом его обозначить. Хотя немножко масштаб нет. Вот, но неважно. то есть если присмотреться, он такой более, конечно, красный, какой-то малиновый. у нас будет такой. Потом можно будет просто взять вот эти швы, чтобы он заиграл и приблизился. Швы пройтись более темным. где-то где-то я выбирал. вот, вот это у нас R11. То есть, вот смотрите, берем, валютем и проходим и что-то там можно наметь, какие-то кирпичики. и здесь тянить их немножко. Еще где-то дать, где-то не давать. То есть, в принципе, мы не прорисуем каждый кирпич, ну, как бы, к этому нет смысла. Опять же, у нас типа быстрый скетч с построением. И основное, как бы, чтобы было понятно, что это кирпич. Наметить парочку, не знаю. Так. Оттеним немножко саму, сам кирпич и стенку выпирающую на нас, да, от погруженной туда утопленной немножко части деревянной конструкции. Ну, как бы, не знаю, мне это иногда позволяет просто понимать, к чему дальше приступать, что дальше нагружать, скажем так. Так. Теперь займемся отражением. Ну, я думаю, да, нормально можно отражением. То есть, в принципе, нам сейчас что нужно прорисовать? Темную часть внутреннюю, да? То есть, ту дальнюю раму мы прорисуем. По поводу ограниченной палитры. На самом деле, это интересная тема. То есть, я вам просто советую попробовать. Это пока не попробуете, сами не поймете, то есть, подходит вам такой подход. Или нет? Мне, не знаю, мне нравится. То есть, я сразу себя ограничиваю тем самым. Вот. И то есть, ограниченный своей палитрой. Ну, палитра не то, что прям конкретно набора. То есть, из разных наборов. Иногда собираю, там, ну, если пойду зарисовки киньгородские. То есть, в Питере, например, это понятно, что все обычно такое вот как бы охра красная, охра желтая, какие-то там вседемлемные цвета, грязные, много серого. Какие-то там какая-то зелень тоже неоткрытая. Обычно все грязное. Ну, в основном в Питере это вообще то есть, серые решают. Там можно взять одну охру и много-много всяких серых. И все. В принципе, справится. Так. Сейчас я ищу еще. Так, мы сейчас все-таки наметим дальнюю раму. Потому что я посмотрел, что она все-таки не такая холодная. она то есть, вот она идет и начинает дублировать нашу эту северо-стекловку только с отступом вот на величину вот этой формы как бы на величину простенка. Здесь понятно, здесь она как бы глухая часть. Там. Ну, в темноте и в тени и с отражением темного дерева там непонятно. Но видно вот эту холодную часть. То есть, это внутренний простенок. Вот это вот. Его оставляем. Но рама сама видна вот в этих частях как бы светлых. То есть, я дальше продлю. Вот если вам показать, да, вот рама, вот она идет. Вот это уже тенюшка идет. Вот она, рама идет. Вот она. Поэтому просто возьму так раму. Так, здесь сложнее немножко. Но мы попробуем. Так. В принципе, образуется такой некий крест. Что у нас со временем? А, 20 минут. 20 минут. Можно, конечно, вообще попробовать насквозь прям прорисовать. Потом оттянем это все хозяйство. Так. Ну, еще я просто как бы полностью все свои действия комментировать в принципе не могу, потому что иногда я вижу что-то, что мне хочется добить, и я просто беру это дело. Поэтому вы же как вы смотрите, или сами там для себя какие-то выводы делать. Типа, что это он делает, он же другое рассказывает. Ну, извините. Я могу не все рассказывать. Ну, еще как бы у меня какие-то свои секретики есть, конечно же. Так. Чтобы понять, я не знаю, как это объяснить, чтобы понять, ну, степень загруженности саму, там, достаточно или недостаточно, я не знаю, я просто сейчас взял и просто начал тюремные участки просто нагружать сюда. То есть, вот это дерево просто взять и прорисовать его. Прямо вот застекление засунуть жестоко силой, так сказать. Темный, 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 такой темный. Ну, вообще, я вижу здесь, ну, не знаю, там кто-то увидит, кто там суперакварелист увидит там сочетание фиолетового с, я не знаю, с какой-нибудь фиолетовый с ультрамарином, переходящий куда-то еще. Я вижу тупо черный. Хочу черный или темно-серый. А у меня теплый. Вообще, в принципе, ну, как эти правила же там существуют, что теплый свет, холодная тень. Вот дерево здесь, я вижу его теплым. Ну, как бы темным, но теплым. В принципе, вот что-то у нас. ВГ-1. Думаю, подойдет. Так, поехали. Не забываем вот про эту часть внутреннюю, про стенок. Вот, мы ее оставляем, да? Здесь тоже чуть-чуть видим. То есть, мы там отступаем и прям начинаем грузить. Так. Здесь вот я нарисовал раму, да? Ну, я ее наврал. Здесь ее нет. Оп. И прям наметим сейчас вот эту внутреннюю. Чуть-чуть так. Причем дерево, попадающее на вот этот внутренний про стенок, он там явно белый про стенок этот. видно, да? Светлее. Прям серенькое. А тут прям темнота. Темнота. какие-то веточки. Чуть-чуть. Если ну, как бы, будет слишком теплое вот это вот отражение дерева, то потом можно холодненьким прокрыть сверху. Он заиграет. Так. Я бы даже это сразу же сделал. Вот так вот немножко. Угу. Вопросы-то есть? Еще нет? М? Да, можно любой вопрос. Типа, кто там, я по знаку зодиака могу сказать. Я рыба. Интересно. Такой вопрос. Ой, слушайте, ацит локтюнули. Да не принципиально. На самом деле, ну, как у меня бывает на своем примере, естественно скажу, да, то есть, меня зацепила какая-то деталь. Я просто с этой детали пока ее не закончу, ну, такое бывает. Я к остальному не приступаю. То есть, например, бывает дверь. Не так давно рисовал дверь. Я не так давно рисовал дверь. дверь, естественно, она же не может стоять прислоненная к стенке. То есть, она в фасаде. Там фасада есть какие-то окна. Там, правда, окна не было. Там просто была дверь фрамуга над ним. Ну, очень классная, цветная. И рядом какие-то растения. Стена была такая по литру. Можно попробовать. Тут их много. Основные только. Ну, в принципе, основные, да, можно будет потом. На самом деле, вот, ну, я не знаю, я бы воспринял это все вот в этом месте. Воспринял бы все как плоско, да, то есть, не разбираться, где там отражение, потому что здесь слишком все, ну, как бы, месиво такое. Здесь вот понятно более-менее, да, можно там отнестись. Так, как давно я занимаюсь творчеством? Слушайте, ну, всю жизнь. Творчеством каким? Именно маркерами? Вопрос такой. Маркерами там, ну, активно где-то с 2017-го конца, наверное. вот, а так, ну, учился, всю жизнь учился. Художественным училищам потом в архитектурном. Ну, естественно, и занимался ответственным творчеством. Без этого никак там. вот, так. Чуть-чуть холодненького добавим. Так, 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 что тут у нас? Ну, вот, смотрите, да, получается, вот это дерево, ну, реально, у нас сложно тем еще, что вот здесь пересекаются, эти провода висячи. То есть, они отдают тенюху и отражаются, то есть, путаница, где ветка, нет. Да, портреты рисую, ну, зайдите ко мне на страницу, посмотрите, там, в принципе, есть. Так, вот, возвращаюсь сюда. Палитру для именно этого, в смысле, хочется увидеть. Ну, хорошо, попробуем сделать это так. Я сейчас просто перешел на холодненький, показалось, что холодненьким надо вначале, а потом тёпленьким прокрыть сверху. и вот, если посмотрите, здесь холодный, вот, как раз вот этот холодный можно применять, вот, где-то идет у нас простенок, прям по нему, а потом, как раз, оттенить вот этим тёмным, пройтись сверху, оттенить от простенок, от стекла. Ну, как вариант. Так, не знаю, что получается, конечно. тяжело будет успеть, ну, ладно. Первый раз, первый класс. заполнение, как, не знаю, я делаю так, как, как говорится, как кисть ляжет, деревян, там, ну, как бы, каждый листик, нет смысла, я думаю, вырисовывать. Так, сразу прокроем, видите, то есть, плотность нашли, вот эту, рядышком у нас не плотно, сразу, я бы взял, наверное, и прокрыл вот эту плотность рядом, чтобы понять, там где-то есть отражение, где-то нет, были холодненькими. Здесь вот как раз просто то, что я говорил, вот тут. Так, тут, там тенюха, тенюха, вот, самые сложные места я считаю, вот, вот такие, то есть, там идет, какой-то, а-ля, там, свечение от заднего стекла, и здесь вот, рама, и они по тону одинаковые, разные по цвету, но по тону, получается, здесь вот путаницы, что, что ближе, ну, так вот, если смотреть, вот эти эффекты все световые, это такая тема, очень, достаточно сложная, ну, вот именно в плане реализации на скетче. Так, что там? Да я не знаю, мне больше, наверное, у меня разные периоды, одно время тут, портреты, более-менее так, интересно было, потом они надоели, сейчас вот, как бы, архитектуру, больше, так можно просто по городу идти, вот зацепит, можно нарисовать, в основном, конечно, если по городу, там любите гулять, или просто замечаете, то очень много архитектуру, всяких деталей, окна, дверь, ну, как вот это, хотя эта фотка сделана, там, прошлым летом, она ждала свою очередь. Так, что у нас получается? Рама, задняя рама, да? Так, ее прорисовать, вот видите, эта рама, вот она идет, а это, отражение этой рамы, на том стекле, да, можно продублировать. Так, продублируем, так вот. Вообще, со своей скоростью, это не быстро, еще тоже, начинается какой-то, вообще, надо быстрее все делать, вот, делайте быстрее, смелее, я что-то начал тормозить, нельзя так, эти вопросы задавать, может, мне заразгонить, за последние, сколько там, ого, 8 минут, так, ладно, поехали, можно, детали, ну, давайте, вот, детальки, я возьму черный, прям черный, и так вот пройдусь, толщинки выделю, так, черный, 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 и так, тоненько, потолще возьму, и с натурой, и по фото, советую, вот у нас, это, урбан скетч, Санкт-Петербург, кстати, небольшая рекламка, собираемся, рисуем с натуры, то есть, там, по выходным, приходит, приходит, любой желающий, и, на самом деле, вот я помню, как я, с большой паузой, конечно, там, когда учился, и были пленеры, и все такое, сейчас там задания были, такие серьезные, много нужно было рисовать, ну, понятно, со временем, естественно, этим всем занимаешься, потому что работа есть, основная, а так, опять я вас увел куда-то, в общем, урбан скетч, найдите, у меня можете найти, посмотрите, мы встречаемся, рисуем, вот с 12, там, до 3, по выходным, 3 часа вам за, живого времени, на объекте, прямо рисуйте, что там я завис, наверное, сильно напряженный, по этому завису, так, опять можно, да, да, пока вас не было, я решил вам его перерисовать, я же сказал, мне не нравится, оп, шутка, так, так, о чем тут остановились, идёт, да, то я тут буду сейчас разглагольствовать, у меня все силы закончатся, так, так, если честно, отражение, наверное, можно, для быстрого скетча, думаю, отражение, наверное, и хватит, это может, чтобы синение, можно его доводить, оттенить, есть смысл оттенить, немножко, наш переплёт, новое слово, переплёт, отражение, так, чуть-чуть, оттенить, так, ну и, замковой камень, так вот покажем, пускай будет, так, чуть-чуть карнизик выделим, двигаю, двигаюсь, так, мне вот здесь не нравится, прям, оно как бы не нарисовалось, отражение, говорю, опять же, вот эти вот места, они реально, ну, сложновато, там свечение есть такое некое, да, то есть, в принципе, наверное, в акварели, там, или, если плотная бумага была, можно было там выбелить, немножко вымыть, вот здесь тоже, ну, как бы нам это надо, нам это не надо, все, проехали, так, рисуем, рисуем детальки, детальки, небольшие детальки листиков, и хорош, от отражения мы уходим, хватит, вот тут уже, так, 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 у нас сейчас получилось, как окно, как окно, видите, оп, оп, это у нас дверь, непорядок же, правильно, дверь, дверью нарисовать, так, так, ну, в принципе, по идее, если присмотреться, там, будем честными, да, видно дверь, за этой сеткой, мы же будем честными, да, потому что, иначе у нас будет смотреться, как, ну, непонятно, что, давайте доведем, все-таки, доведем, может, частично, что-то придумаем, там где-то дверь, с этой сеткой, здесь вот оттенить, все-таки, по-моему, она приоткрыта, пускай будет так, чуть-чуть, так, еще раз пройтись здесь, здесь, ну, и опять же, вот обманка, вот это вот, то, что я, ну, реально не люблю, потому что, вот это вот, ну, как бы, выворачивает форму наизнанку, получается, у нас как будто это сзади, это спереди, хотя наоборот, и то есть, вот эти вещи, ну, они реально сложно показывать, можно к нам еще возьмем, не знаю, на обмане возьмем, да и все, сделаем тенюшку здесь, хотим, делаем, все, хотим, то воротим, так, шубу, ну, можно показать так, как-то там, таким вот образом, здесь все там, немножко, тут есть толщинка, чуть-чуть покажем, так, ну, сейчас, сейчас, если присмотреться, все-таки, вот эта часть, у нас получается, светлая, то есть, вот это прям, почитается четко, граница плиты, мы сейчас возьмем, прям, хот-то же сделаем, ну, протер, да, так, 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 видно, 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 все, хватит, давайте, как-то, увести, тенюшку сделать, в общем, ну, заканчивать просто так, вырезанную не стоит, детализация скетча, слушайте, должны сами смотреть, бывает, что вы рисуете бронмала, ну, то есть, глухая, там, часть стены, в Питере, распространенная вещь, там, ну, есть какие-то трубы, какие-то окна, и все равно мало деталей, приходится там уже, что-то иногда даже додумать, либо там, в окне, прям, растекловку какую-то, прям, разрисовать, потому что, стена прикольная, живописная, много там, этих мазков, небо прикольное, кусок дерева прикольный, а, все смотрится, это чисто пятнами, как бы, не хватает мелкого чего-то, берете просто окно, там, можно набрать даже немножко, ничего страшного там нет, смотря, что рисуете, опять же, то есть, это, сами должны смотреть, можно кому-то показать, если, вы можете, сами определиться, детали, ну, я говорю еще раз, я фанат деталей, поэтому, приступаем к ним, соответственно, так, что-то промахнусь, по-моему, да, нет, нормально, тут прям, если посмотреть, опять же, вот эти вещи, там, наверное, фотографы скажут, что вот эти вещи, ну, они как бы, обычно не приветствуются, совпадение угла с границей, окна, рамы, то есть, зрительная, это путаница, там, смещение, там, либо сюда, либо сюда должно быть, там, обязательно, ну, это при, если там, идет фотография, либо мы просто берем и врем, смещаем, немножко сюда, вот, чуть-чуть, то есть, у нас там, да, сместили, теперь смотрим, где у нас верхний парапет, поручень идет, он получается, ну, где-то здесь, да, я отмечал, и приходит, где-то у нас, приходит он, вот, нижний, у меня он, еще где-то сюда приходит, ну, вот, получается, эта точка, она пришла, вот, перемычку эту, поступали не провести, вот она у нас, она здесь плохо выражена, покажем, так, перспективка, и, соответственно, крепление идет в точку, и у нас планка ниже, еще одна есть, ну, да, попал, то есть, чуть-чуть, выше границы остекления, и, в лухой части двери, так, так, и попадаем теперь, ту дальнюю плоскость, у нас далек, ну, тоже, эта точка крепления, она на одной линии, с перемычками, вот этим, с переплетом, то есть, мы, так, я с головой точно собью, ограничиваем, переплет пришел, здесь ограждение, так, очень интересно, обратите внимание, что через одну доходит, стойки доходят до верхнего парапета, а через одну нет, ну, то есть, с каким-то шагом, то есть, там, это не важно, здесь, в принципе, можно это показать, раз, два, три, четыре, пять, попаду, не попаду, раз, два, три, четыре, пять, шесть, раз, два, три, четыре, пять, попал, правда, мы сместили немножко, так, и вот эти вот промежуточные тоже, быстренько, покажем, так, где-то они здесь, вот, если просвечивать, где-то они здесь приходят, в принципе, можно так довести их до конца, не знаю, я не буду заморачиваться сильно, это все равно, все эти вещи, вот какие-то такие штришки, они более художественность передают, ну, может, тут не чертеж, чертим, так, вот они пришли, вот где-то нарисовалась эта рама, я прям черным введу, пожестче, ой, рама, говорю, в смысле, вы меня поправляете, там я же, пишите, поправляйте, так, плите пришло, да, плита, мы еще немножко оттянем, вот так, пускай, там она темная, тенюху дадим, навремный, ну и ладно, страшно, где-то потемнее, нормальный, видно, 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 это просто, ну, показать, что у нас плита в стене зажата, а не просто там болтается где-то, ну и там, пускай так будет так, сейчас посмотрю, ну так, ну наврал, конечно, сейчас это я просто встал, смотрю, есть некие тонкости, я же рисую, как бы, ну, отсюда, от себя, если бы я, ну я не оправдываюсь, сразу предупреждаю, вот если бы, как бы, под углом к себе, да, то есть я сразу вижу, что в этой части, она получилась больше, чем, чем нужно, то есть вытянутая, ну и ладно, для скетча нормально, годится, так, что мы еще, чуть-чуть, пройдемся фиолетовеньким, вот прям захотелось, видите, вот здесь, ну прям он уже, да, вот так вот, так вот, я вот к чему и говорю, что, когда закрываются все плоскости, по максимуму, начинаешь видеть, что добавить еще, каких деталюшек, ну именно, или цветовых каких-то пятен, вот, прям захотелось взять фиолетовый, который я там отложил, вот так вот, вот так вот, и вот, немножко здесь вот так вот, переход такой сделать, вот этого синего, вот этого коричневого, немного, сейчас посмотрю, не уходить никуда, для первого раза, наверное, более, нет, провод наш, будем рисовать провод, кстати, вопрос, нужен он здесь, вырисовать провод, ну вот это вот, потому что вот здесь вот даже, вот он непонятно, то есть он идет вот такой, по такой какой-то линии, потом он куда он делся, я не понял, потому что тут моя линия еще напутала, и вот эта часть, и они как-то петлю здесь пересекаются, давайте так, сейчас я просто немножко еще здесь, тенюшку, открыть и усилию, немного, конечно, задачу я поставил сложноватую, в первого раза, не надо провод, не надо провод, оп, нарисовал провод, все ушли сразу, эксперимент такой поставил, слушайте, ну не знаю, я бы, саму стену, какая стена может быть, давайте, да, немножко оживим, чуть-чуть, буквально, там, ну блин, она здесь выбелена, вот я вот, не знаю, делать, отсюда будет идти, здесь, детальки, хрясь, тут какой-то провод идет, хрясь, пускай будет, как бы оживим стенку, за счет детали, не будем там цвет какой-то носить, не знаю, просто, вот реально я, ну вот здесь прям, прям такой поросячий, розовый, прям светлый, я же не буду сюда, не хочу, все, давайте оставим так, пускай будет белым фоном, вот этот провод, я не могу его как бы не, задействовать, извините, гитарьки, пускай она здесь будет, такой смешной, вот этот чуть, оп, сюда не пойду, как скажете, глупей на карнизе, так под голубием надо будет тогда рисовать, там что-то тоже, какие-то пятна, потому что обычно, когда они сидят, там все, фасад в негодность приходит, это проверено, иногда живописные это смотрят, так, ну не знаю, давайте заканчивать, наверное, сейчас, два кирпичика еще нарисую, там у меня, прям чешется, хотя они не такие здесь, они как бы не, не разно обожженные, они достаточно, ну, однотипные, просто за счет шва, там, разнятся, мы сделаем, что они как будто там, немножко разные, так, и, и, так, все, сейчас, мне по рукам бейте, пожалуйста, может, иногда это надо, дали козлу, что, что, все, так на троечку и подпишусь ладно можно в этом детальку а я понял детальку привет пускай тоже рисует люби так и все так сейчас продышусь говорили вы такой ну в общем не знаю ну что сказать вот что-то получилось вот такое пропорции навраны но это отдельная история вообще особенно с такими всеми кривыми вещами это во-первых нужно там руку набить ну и постоянно отрисовывать но не знаю я считаю что в принципе более-менее попал наверно потом по настроению скажем так старался для вас в общем смотрите пользуйтесь там заберите какие-то фишки задавайте вопросики если интересно пишите принципе я всегда отвечаю а будет запись ну запись куда видно то есть заходите смотрите запись хорошо и тубе будет залит еще говорят подсказывать все спасибо большое за внимание до скорых наверное встреч все пока все